Как Харьков поживает? Расскажите. Вы знаете, последнее время неплохо. Дай Бог, дай Бог. Дети, у меня трое детей в Харькове, все мальчишки. Говорят, что на улицах много людей, в кафе, в ресторанчиках сидят люди, гуляют на улицах. Хорошая погода. Ну, то есть войны нет, да? Ну, я вам рассказываю, ну, почти нет. То есть, как бы люди понимают, что война идет, но тем не менее, вот я же говорю, на улицах много людей, в магазинах есть продукты. Сейчас почти не выключают электричество. Я был удивлен, если бы на улицах не было людей. Вы знаете, в первые дни полномасштабной войны у нас в Харькове был зомби-апокалипсис. Пустые улицы. Машины приезжали на южный вокзал. Люди бросали машины, если не было топлива. Их потом убирали. В поездах люди стояли, пытались убежать из Харькова. Северные окраины, стекло в несколько слоев. Северная Салтовка, отградов, от артиллерии. Меня поразило на улицах битое стекло и мертвые птицы. Ну, то ли от какого-то взрывов, непосредственно. То ли у них там, знаете, ну, я не знаю, там сердце разорвалось или там, ну, они, я не знаю, от стресса или от физического воздействия взрывной волны. Мертвые, дохлые птицы. И никого на улицах. Только отдельные прохожие, может быть, какие-то алкоголики, какие-то старушки там. У нас, вы знаете, у нас в Тюмени то же самое субботу утром. Субботу утром. У нас до этого в Харькове субботу утром я такого не видел. Никого. Никого, да. Да, ну, смешно, да.